Всем доброе утро! Сегодня наш предпоследний день, и мы сегодня идём на концерт Луки Дибарга и Даниэля Хоупа. В программе будут произведения Шнитки, мы очень ждём концерт, потому что Лука давно говорил об этой программе, и я думаю, что это совершенно гениальный дуэт. Я так вот чувствую, что это будет совершенно потрясающий концерт. Здравствуйте, господи, 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 господи. Субтитры, господи, господи, господи. Субтитры, господи. Ну вот закончился концерт, уже все разошлись. Это был совершенно потрясающий концерт. Я слышала у публики мнение, что спасибо за такую программу, потому что Шнитки действительно композитор, который заслуживает особого внимания, и очень много людей, знающих музыку, просто были в восторге. Даниэль Хопп и Лука де Барк, я считаю, что это два музыканта, которые любят эксперименты, которые любят открывать что-то новое, составлять программы. И это музыканты, которые не просто играют на инструменте, то есть совершенно-совершенно, это музыканты, которые просветители. Вот, так что сегодня был просветительский такой концерт, и я невероятно счастлива, что мы на нем побывали. И да, и, конечно, не забывайте подписывайтесь на наш YouTube-канал, и ставьте лайки, задавайте вопросы, мы будем с вами общаться. Ваша поддержка нам очень нужна. Я буду петь «Силентный ночь» из Вон Уильямса и текст из Данте Габриэл Розетти. «Силентный ночь» и не драматик. «Силентный ночь» «Силентный ночь» и это не путешествие. Потому что мне кажется, что вы действительно не работали путешествие. Вы в момент. И эта песня – это «Силентный ночь», потому что, как говорится, в «Силентный ночь» и «Силентный ночь». Но мы не интересны в это драматик. Действительно, что происходит, и я хочу найти это, чтобы мы перелим. Добрый день, Саша. Здравствуйте. Спасибо большое за минутку вашего day off, который… Большим удовольствием. Вот. У меня такой вопрос. Как вам атмосфера такого специального выпуска фестиваля? По-моему, для меня самое главное – потому что атмосфера такая же прекрасная, как всегда. Это меня очень радует, потому что все-таки в прошлом году в прошлом году фестиваль отменился, и почти вообще вся музыка по всему миру отменилась в прошлом году. И вот сейчас мы тут сидим в «Пласс Централь», люди ходят, публика ходит. Я иду пешком от репетиции, вижу Михаила Плетнева, пьет кофе тут, тут Габор Такаш Наги кушает обед, и постоянно музыканты везде, и, конечно, тут этот фестиваль вообще очень уникальный все эти годы, но вот сейчас нам все опять встретятся после вот этого долгого перерыва, длинного перерыва, это очень приятно. Саш, скажите, что для вас лично в «Абье» фестиваль? Ну, для меня это немножко как бы длинная история для меня, потому что мой дядя, дядя Дима, Дима Септовецкий, скрипач-дирижер, он один вообще из главных как бы ну, не основателей фестиваля, но он был один из первых артистов, который сюда приезжал почти каждый год. Я помню, я сюда приезжал с родителями в 97-м году, когда мне было 14 лет, просто посмотреть, Дима нас пригласил и посмотреть всю вот эту атмосферу. Я был тут с моим дедушкой, в 98-м году я принял участие в академии, вот, занимался и вот сейчас для меня вот уже как бы взрослый и теперь приезжать на фестиваль как артист, вот, это вот мой четвертый фестиваль как артист, это, конечно, для меня очень важно лично и я, мне очень жалко, что мой дедушка уже не с нами, чтобы, потому что я знал, что это была его мечта увидеть меня тут как артист и не только как студент, вот, и я надеюсь, что он там смотрит и наблюдает на это, вот, так что, да, для меня это вот эта длинная история, начиная вот с 97-го года и поэтому любой момент, который я тут провожу, это, это, это большая радость для меня. Да, мы знакомы с дядей вашим, с Димой Ситковецким, замечательный скрипач, и, конечно, наслышаны о его маме. Да. Говорят, что музыка классическая как-то умирает, но... Ну, точно не в этом городе. Вербия, она, она, по-моему, только развивается. По-моему, в этом, в этом выпуске больше концертов, чем в каждом году фестиваля, который был, то есть, они пригласили очень много в этом году артистов. Все концерты немножко укорочены, иногда даже повторяются, но просто уникально тут быть сотни музыкантов, при том, вот, вот, самый интересный, самого высококлассного. Вот, так что, я думаю, тут это очень четко показывает, что классическая музыка продолжается вперед, и, честно говоря, я это не совсем ощущаю, мне кажется, что это немножко зависит иногда от жонра, немножко зависит от места, где концерты тоже происходят. Я думаю, какие-то были проблемы за последнее время, может быть, что, вот, в некоторых странах оркестры немножко уменьшаются по количеству, но, если вот, я преподаю в Цюрике, если вот посмотреть в консерваториях, какой сейчас уровень в целом средний уже поднимается, поднимается, и какие уровни на конкурсах, какие уровни на оркестровых прослушиваниях, то есть, мне кажется, что наоборот, сейчас вот, вот, вот уровень инструментализма очень высокий, я думаю, это только будет помогать новые поколения музыкантов и новые поколения служат их. А что вот вы можете сказать такое вдохновляющее послание молодому поколению? Ой, это на русском не сложнее, чем на английском. Ну, скажите на английском. I think it's very important to understand that even though we had this 18 months of a very difficult period for all musicians, that the excitement and the enthusiasm of audiences to go again to concerts as soon as they are allowed is so high and there are places where a concert becomes available and it's sold out within 5-10 minutes because people are desperate for live music. It's wonderful all this innovation technological that we can have all of these incredible streaming concerts and concepts and almost like a theatrical production sometimes with this crazy light lighting but it's still not the same as a live performance and I think now we really feel that the live performances are coming back and audiences are very, very excited. На русском у них жажда, по-моему, на живую музыку опять. Так что, я думаю, если сейчас мы молодые, то как раз сейчас я надеюсь, что все воспользуются это время чтобы заниматься и чтобы улучшаться и, может быть, раскрыть их интересы, читать, смотреть на картины, ну вот просто develop themselves. вот, и я надеюсь, что вот они это делали и сейчас будет время, я думаю, скоро будет наступать время, когда будет опять шанс всем показать их таланты, показать их музыкальность и творчество. Вот так что я, вот если еще раз взять Вербе как пример, то это уже происходит и будет продолжаться. дальше. А что для вас Швейцария в одном слове? В одном слове? Не знаю. Красота. Красота. Тут не только Вербе. Вот я в Цюрике преподаю, там тоже такая красота. Там тоже горы недалеко, там озеро. Конечно, поезд из Женевы сюда. это просто magical, magical, волшебное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, громадная. Все, мы сняли, так что, если есть минутка...